Грабли, ведра, лопаты. Жители дома номер 118 по улице Астраханская вышли на субботник, в несубботний день. Поддержать городские власти в желании сделать Саратов чище и светлее и очистить свой двор от мусора и грязи решили два десятка жителей. Если мы сами будем мусорить там, где живем, собственно говоря, жить будет негде. Одни собирают мусор с помощью веников и граблей, другие отмывают фасады и столбы от рекламных объявлений, третьи высаживают молодые деревца. Крупным мусором занимается специальная техника. Ее по просьбе жителей предоставила районная администрация. Город стал намного чище, интереснее, ухоженнее, но наш двор этим не отличается. Мне бы хотелось, чтобы он был тоже таким же, как бывают, как есть центральные улицы, по которым проходишь, где есть цветы, где все устроено. Я за то, чтобы жители ухаживали за дворами. И как бы это было бы и хорошо, и интересно, и нарядно. На уборку двора ушло почти полдня. Именно столько понадобилось, чтобы привести территорию в порядок. На свалку вывезли несколько камазов мусора. Таких активистов, как в доме по улице Астраханской, в Саратове немного. В большинстве дворов картина печальная. Заполненные баки, разбросанный мусор. Но у саратовцев еще есть время все изменить. Жить в чистом дворе, зеленом городе или нет – личный выбор каждого гражданина. Динара Дусалиева, Юрий Касабрюхов. Новости. Телеобъектив. Новости. Телеобъектив.